Гидроэнергетик – основное направление развития энергетической отрасли Кыргызстана. По энергопотенциалу наша страна занимает третье место в СНГ после России и Таджикистана. Он оценивается 142 миллиарда киловатт-часов, но сегодня используется только 10% от этого числа. Кыргызстан покупает электроэнергию в трёх странах. В Узбекистане – 1,3 миллиарда киловатт-часов. В Туркменистане – 795 миллионов киловатт-часов. В Казахстане – 470 миллионов киловатт-часов. Однако Кыргызстан в год выходит с дефицитом 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Ожидается, что Камбарата-1 будет вырабатывать около 6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. И у нас будет возможность продавать электроэнергию в рамках проекта «Касса-1000», а дальше в Европу. За последние два года государство проводит работу по повышению энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергии в стране. Сейчас функционирует 15 малых гидроэлектростанций, хотя потенциал позволяет запустить около сотни. В настоящее время ведутся работы по строительству 50 малых ГЭС по всей стране и крупный ГЭС Камбарата-1. «Мы должны вообще стремиться к тому, чтобы вырабатывать необходимую электроэнергию и еще обеспечивать электроэнергию не только самая Кыргызстан, но и соседние страны, потому что очень большая потребность электроэнергии в Узбекистане и Южном Казахстане, где мы могли бы спокойно обеспечивать и зарабатывать деньги». По словам энергетиков, необходимо запускать базовые электростанции с малым сроком строительства. И немаловажно, чтобы себестоимость электроэнергии была низкой. «Конечно же, если у нас дешевая электроэнергия, мы можем экономику обеспечить дешевой электроэнергией, население дешевой электроэнергии где-то в районе одного сома. Тогда у нас будут увеличиваться производственные мощности. То есть это заводы, фабрики небольшие, средние и крупные. Поэтому, а это основа роста нашей экономики». За последние 10 лет в стране не было построено ни одной крупной ГЭС. Строительство Камбаратинской ГЭС является крупнейшим энергетическим объектом. Ожидается, что Камбарата-1 будет введена в эксплуатацию в течение 8-10 лет. И тогда Кыргызстан не будет зависеть от импорта электроэнергии, а сможет выйти на экспорт электроэнергии в Азию и за её пределами.